Здравствуйте, друзья! Воздуха набрали? Поехали! Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Что же, интересно, так бездарно вел Россию до 2022 года? Что же это за человек такой, который все испортил? Владимир Владимирович, а вы сами интернетом пользуетесь? Один раз нечаянно YouTube открыл, почитать комментарии, потом про меня пишут. Там как посыпалось. Я с тех пор только о красной папочке читаю. Больше никаких интернетов. Знаете, очень примитивным образом, так иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть. А, но все-таки доводится, да? Интернетом примитивным образом пользуюсь. Воюю тоже примитивным образом. Людей просто на пушечное мясо кидаю. Экономика тоже самым примитивным образом работает. И земли полезные ископаемые добываем. И вперед на продажу. Технологии, развитие. Это все не мое. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели. Человек, которого когда-то считали геополитиком, сам признается, что сплясал под чужую дудку. Еще и потом жалуется, что его обманули, кинули и надули. Житель Курской области рассказывает, как их кинули, слили и забыли. Про нас забыли. И мы сразу говорили. Пройдет 2-3 месяца, нас забудут. Это унизительно. Это отвратительно. Все то, что делает наше правительство, наше государство. Как оно относится к нам. Они же, они же, по факту, нас слили, кинули, опустили по полной, оставив на на разорение, на унижение. И виноват в этом тот, кто там. Это однозначно. Есть виноватый. И он не понесет никакой ответственности. Не понесет. Вот такая вот у нас Россия. Прогнившая, да я не знаю для чего. Уже даже стыдно говорить. Народ-то не виноват. Люди там у нас. Ну так потерпим и встанем. И встанем так, извините меня, мало не покажется. Бойтесь гнева. Терпеливых. Ох уж это, когда-нибудь встанем. Вот тут проснувшихся жителей Курской области будет побольше. Самая большая проблема в том, что наши наши руководители закрывают глаза именно на нас. Они решают свои вопросы. Сейчас нас просто видят, как будто мы какие-то бомжи, переселенцы. Мы живем на съемных квартирах, которые платят двойную цену. Сами понимаете, аренда очень поднялась. Непонятно по каким причинам, почему это никак-то не регулируется. Почему аренда жилья подорожала? Так а как же не навариться-то на своих родненьких? Это ж Россия. Вопросов очень много. А с детьми так вообще не берут. Да, с детьми не берут. И тем более, если говорят, что беженцы тоже не берут. Никому не нужен. Следующие выборы только в 2030 году. Через 6 лет. До этих пор никому не нужны. Просьба отнесись к этому. С пониманием. Вранье, тайна и трусость. К большому сожалению. Но эти люди были у нас у руля, скажем так, более 10 лет. И по-прежнему они продолжают быть руководителем нашего района. Как нам жить дальше? Наши дома разрушены. Возвращаться к нам некуда. Наши власти, наши глава, все молчат. Как дальше жить? Пусть ответит наш зайцем, глава. Где они сидят у теплых кабинетов? Это самое. А нам что делать? Что делать вам? Ждать, пока администрация пришлет еще баянистов. Шаман. Хвастается званием заслуженного артиста России. Ну что, родные, только что завершилась официальная церемония. Все? Заслуженный артист Российской Федерации. Работаем дальше. Молодец. Молодец. Теперь тебя будут уважать почти так же сильно, как сына Кадырова. Освободителя, который обращался к Путину с вопросом, почему на войну едут русские, а не представители других диаспор. Записали в штурмовый батальон и отправили на местной штурм. 8 ноября 2024 год. Я, Яковлев Василий Борисович. Украинский фронт, Бахмутское направление. Сегодня меня переводят в штурмовую часть 1442 за обращение к президенту насчет уклонения от мобилизации диаспор армянской, азербайджанской, киргизской, грузинской, азиатской. Ну, переводят на смерть, там редко кто выживает. Ставлю в курс всех, кто меня знает, жителей России, о том, как отреагировала администрация президента и Кремль на мои справедливые вопросы. Вместо ответов на вопросы смерть. Надя Миронова пишет. Не так я представляла себе возвращение мужа домой. Сергей Миронов служил в штурмовом отряде ВЧ 72-164. А ты, Надя, тоже думала будете красиво жить на кровавых деньгах? Полиция Молдовы вычислила те, кто получал деньги от России, чтобы проголосовать на выборах против Санду. И выписала штрафы на сумму в 25-30 раз больше, чем продажное Молдование заработали на голосовании. Каждому десятому гражданину Молдовы платили на выборах. Об этом заявила полиция. И некоторым гражданам их голоса обошлись очень дорого. Речь о тех, кто получал деньги от Шора через российский промсвязьбанк. Через суд полиции и прокуроры получили доступ к данным этих людей. Они выявили 138 тысяч пользователей приложения этого банка среди граждан Молдовы, которые получали деньги на 2-3 человек. То есть в Шоровскую сеть входило не меньше 250 тысяч человек. Это каждый десятый житель страны. С апреля по октябрь было проведено миллион 400 тысяч операций. Только в сентябре и октябре Шор потратил на подкуп избирателей почти 40 миллионов долларов. Полиция передала более 500 протоколов в НЦБК на 1 миллион леев. Людям выписали штрафы под 25 37 с половиной тысяч леев. Хотя за свой голос они получили от тысячи до четырех с половиной тысяч леев. И процесс выписки протоколов продолжается. Полиция дойдет до каждого, кто получал деньги из России через промсвязьбанк. На Молдавану Путина и есть деньги. На африканцев долги им простить. Есть деньги. И только для своих для русских у Путина никогда не бывает денег. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга? Вот такая и вот такая и вот такая и еще много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе и вот такую подушку и еще много много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Учителя учат делать шапочки из фольги. Изготовление шапочек из фольги это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Ростовский полигон. Солдаты без шапочки из фольги ходили и по ним прилетели БП-Ла-Дроны. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Камала Харис тоже шапочку из фольги не надела и видите как оно получилось. Сегодня мы с вами будем делать шлем, который способен защитить нас от внешних врагов. Изготовление шлема это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Телевизор я смотрю у вас хорошо обработал. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны. Что-то вот все-таки не хватает, да? Что-то вот не хватает. Курская область. очередная квартира, которую разграбили мародеры. Вот оно, это квартира. Только что хозяин ушел, вот, приехал, а тут все разграблено, хотя квартира была опечатана. Все вещи приехал забирать свои. Это вот каждый должен для себя определить. Еще раз говорю, это Курская область, еще раз говорю. замародерили, вытащили все, что можно, а что нельзя оставили. Вон телевизор стоит, мебель какая-то стоит. Знаете, все это барахло, если честно. Для меня, конечно. Бог дал, Бог взял. Главное, что живые. Еще запах такой специфический как раз, потому что он не передается. Может, здесь нужду как раз справляли. Укради, ограбь и нагать. Три священные заповеди, военнослужащие Второй армии мира. Наталья Поклонская решила, что можно больше не притворяться и погулять напоследок. А то кто его знает, сколько этому режиму еще осталось. Город Орел. Люди стоят в очереди на ярмарке, чтобы купить масло. Масло, кстати, тоже подорожало, потому что его в фольгу не заворачивали. Федеральная трасса М-11. Москва, Санкт-Петербург. Привет тебе, обманутый россиянин. Сегодня мы на федеральной трассе Москва-Санкт-Петербург. Покататься здесь стоит совсем недешево. Туда обратно пятерочка. Сейчас я вам покажу внутри. Но это лет 50 никто не ремонтировал, конечно же. Ну так федеральная трасса. Как же иначе? Это щеколда. Чтобы к вам никто не зашел. Закроемся. Оп! 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 Не получится закрыться. Сделаем напряжение. Это безопасное электричество. Оно всего лишь 220 вольт. И это не страшно. Илон Маск, тебе электрики для твоих космических кораблей нужны? Если нужны, ты теперь знаешь, в какую страну надо обращаться. Зеркало 21 века. Умывальник. С 90-х. Скрипное ведро. Ковры. Ковролин. Конечно же, гвоздь программы. Федеральная трасса. 5000 рублей, чтобы проехать. Почему рублей, а не евро? Общие виды. Последняя модель нанофункциональный бумагодержатель. Бумаги в рулоне нет, потому что бумага выполнена по технологии стелс. Все это сгнило давно уже. За ваши 5000. Вот такой вот сервис. Здесь жидкое мыло. Обратите внимание. Вентиляция. И гвоздь программы, конечно же, это отопление. Вот так вот. Это теплые полы потолочного типа. с облезлой краской. Та самая лакомая приманка, из-за которой страны НАТО все никак не оставят в покое Россию. Оккупированный Мариуполь. Людям оставляют платежки за коммуналку прямо перед разрушенными домами. Чтобы платежки не унесло ветром, на них сверху кладут камень. О, оккупация. Запыгальский край. На территории колледжа повесили фотографии военных преступников, которые не вернулись из Украины. В загнивающих странах гордятся выпускниками, которые создают компании, развивают экономику, создают рабочие места. В Пудинской России гордятся теми, кто за нее умер. Москва. Прислуга бегает перед проездом нелегитимного по дороге. Ищет сюрпризы под канализационными люками. Вот так вот перед проездом стратега все люки вскрывают, дорогу все перекрывают. Сапай, кинологи ищут черепашек ниндзя. ФСБшники, фигешники. Вот так. 87% доверия. Чем выше рейтинг, тем чаще приходится проверять канализационные люки. Ой, а что это мы тут делаем? Все хорошо живем. Вот так вот. копаемся по помойкам у магнита. Страна чудес. Вчера я стояла возле этого магазина, тут мужик копался незаметно, теперь тетенька. И в принципе не старая женщина. ну вот по помойкам лазит. Это ужасно. Страна возможностей. хочешь копайся в помойке, хочешь не копайся. Тяжело вам, родненькие, все не унимается Екатерина Андреева. Но надо еще чуть-чуть потерпеть. В Европе там все еще хуже. Купе-кроссовер. Он оказывается для пенсионеров, чтобы коляску в нем сзади возить. Перселенцы из Курской области вышли на митинг со словами «Мы никуда не уйдем, нам все равно где замерзнуть». «Конечно, все здесь и объяснить, зачем куда-то идти. Что могут ходить в сегае к собаке? Смотрите, вот люди стоят в керрице. Нам все равно где замерзать, на улице замерзать, или где мы находимся замерзать. Какая нам разница? Мы все равно при тома. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь». «Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция». Перепуганный Ченуша начал сразу же угрожать штрафами. А вышла бы на улице столько, сколько вышла в Валенсии. Наложил бы в штаны и убежал бы со скоростью бойцов батальона «Ахмат». «Вот обманутый россиянин, как вот в России ел в дороге, хватает ямы. Так и живем. ищем. Мне он щедро насыпал. Щедро. С горкой. От души. Сармат-мобиль. Заглох. Не доехал не то что до. Заглох не смог выехать даже с собственного двора. Хотя не, не заглох. Перешел с мобильного на стационарный режим боевого дежурства. Иранский шахет, пролетая над Белгородом, получил команду вернуться в родную гавань и спикировал прямо в жилую пятиэтажку. Шойгу, Герасимов, вы именно так и планировали. 3 сентября 2024 год. В деревне Голубое открылась новая школа, которую местные жители просили много лет. Вот такую красоту построили. Четыре корпуса. Школа рассчитана на 1375 мест. Прошло два месяца. Продолжение следует... Да, грязно. Да, нагадили. Да, мусора набросали. А зато уютненько стало. Как дома. Джо Байден передает Трампу код от входной двери со словами «На эту школу обрати особое внимание, Дональд». Специально для обманутого россиянина. Это Запад, Венгрия, город Кайбуса, Босла. Где поваленные заборы, где перекошенные столбы, где мусор, где окурки. гостей. И жить не умеют, получается. Вообще жить не умеют. Потерпеть просто еще чуть-чуть надо. Витя Орбан вроде снова собирается Выдавать визы для россиян и белорусов Так что все будет Думаю, надо еще чуть-чуть потерпеть Беларусь, Витебская область Импортозамещенный бильярд Беларусь, Витебская область Победить в следующем году Увидим и футбол на дынях И баскетбол на арбузах Павел Губарев Сепаратист и один из основателей ДНР Признается, что Донбасс 8 лет тупо грабили ДНР и ЛНР это просто банановые республики Из которых Москва выкачала все полезные ископаемые Наши две республики Они по сути стали банановыми Такими бандитскими республиками Где каждый искал себе выгоды И чиновники в Москве Которые, в общем-то, должны были Рассматривать эти новообразования Как геополитический проект Они смотрели на них просто Как на источник ресурса И все 8 лет до СВО Нас просто грабили Банановые республики Люди жили в Животске? Ну, 6,5 тысяч рублей зарплата Представьте себе, тяжело на нее прожить или не тяжело Средний чек в супермаркете 65 рублей То есть полбуканки хлеба Там бутылка кефира и полкилограмма гречки Это факты Поэтому, конечно, тяжело Все 8 лет Это нищета, это разруха Это выезд колоссальными темпами всех специалистов А это, следовательно, закрытие предприятий Всех высокотехнологичных научных институтов Донбасс очень сильно просел И очень много потерял за эти 8 лет Где вы были? 8 лет Когда Донбасс тупо грабили? Очередной освободитель Жалуются, что из всей роты осталось живых 4 человека Кушать нечего А эвакуационная группа приезжает Только если у тебя есть для нее 100 тысяч Здравствуйте Ребятка, братишки Я в 7 полке 3 бат 9 рота У меня был раньше командир Чек Если кто это видео увидит Я вам скажу, ребят 7 полк Это пи*** Это просто пи*** Пи*** Начальство нас не выводит Командир полка Сочи Запомните этого Мы никто Никто Нас не выводит Жрать нету Ничего нету Вообще ничего Сам не выйдешь Все, вилы Просто вилы По ранению тоже домой ездил Толку Осколок достали с живота Нахрен это надо Никому это не интересно, понимаете Это пи*** Это не служба Это пи*** какая-то Я вам говорю Ребят, не надо туда ехать Не надо Да, сами пожалеете Потом об этом все И слава богу Что я еще остался жив Нас осталось 4 человека Четыре Четыре Сроты Это просто Ки*** Все остальные лежат там Тела не вытаскивают Не вытаскивают трех соток Если тяжелые Они тяжелые Переходят в 300 Ну, из 300 200 Понимаете? Сам не можешь уйти Никто тебе выносить не будет А, еще хотел сказать Ивака наша Ивакуация на группу На ноль прихожу Помогите 100 тысяч 100 тысяч Поможем Они за бабки Рубятся Бесплатно тебя никто Оттуда не вынесет Вообще никто Своих не бросаем Своих бросим Только если у них нет 100 тысяч Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому